МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Штукатуры и маляры вместо врачей и медсестер. В поликлинике Республиканской детской больницы идет ремонт. Снова на ковер. На этот раз за наградами Кубка России по женской вольной борьбе на призы главы Чувашской республики. Квартирный вопрос решен. В селе Ишлее вручили ключи по программе обеспечения жильем детей-сирот. Итоги реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году обсудили сегодня на совещании, которое провел премьер-министр России Дмитрий Медведев. Программа рассчитана до 2025 года. Только в 2017-м на ее реализацию в 38 городских агломерациях России с населением более полумиллиона человек каждое было выделено свыше 65 миллиардов рублей. В этот список входит Чебоксарская агломерация. Благодаря участию в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в Чебоксарской агломерации отремонтировано 113 километров автодорог федерального, регионального и местного значения. Кроме этого, обустроены пешеходные переходы, установлены с населением более полумиллиона человек, каждая в 2017-м на ее реализацию. И заездные карманы на семи остановках общественного транспорта. На эти цели было выделено 1 миллиард 268 миллионов рублей, половина из которых из федерального бюджета, часть из дорожного фонда и регионального. В 2018 году на реализацию очередного этапа проекта также предусмотрено софинансирование из федерального бюджета. Общая сумма составит 1 миллиард 461 миллион рублей. Будет отремонтировано 140 километров дорог. На настоящий момент доля дорог агломераций, отвечающих современным нормативным требованиям в стране, составляет 52%. К 2025 году показатель должен достичь отметки 85%. Почта России модернизируется, сервис улучшается, отделение ремонтируется. Как будет развиваться почтовая сеть Чуваши, обсудили во время рабочей встречи глава республики Михаил Игнатьев и директор макрорегиона «Волга-1» Почта России Сергей Орлов. Почта оставляет за собой большую социальную значимость. Ее услуги востребованы, особенно в сельской местности, где почтовое отделение – основное средство коммуникации. В новых микрорайонах, которые открываются, у нас строится, открываем отделение почты. И в сельской местности как бы благоустраивается сегодня. Почтовые отправления увеличились чуть ли в полтора раза. Люди, значит, доверяют, соответственно, отделению. Пенсионеры удовлетворены. Почти 40% пенсии, потому что через почту еще доставляется. В ближайшее время будет возможность населения пользоваться, получать высокий сервис на дому. Мы вводим в эксплуатацию мобильные почтовые кассовые терминалы. Наши почтальоны смогут принимать оплату за коммунальные услуги. Наши почтальоны смогут предоставлять товары почтовые непосредственно и сервис дома. Сергей Орлов также уверил, что Почта России готова к горячему декабрьскому сезону и обязуется доставить все отправления качественно и своевременно. Республиканская детская больница уже больше месяца не принимает пациентов. Причина уважительная – капитальный ремонт, который проводится в здании впервые за 30 лет. Песок, плиты, свежая штукатурка. Сейчас в коридорах детской больницы можно встретить только строителей и отделочников. Отопление, электроснабжение, система вентиляции, пожарная сигнализация – все это по современным стандартам появится к марту следующего года. Будет создана и доступная среда для особенных пациентов. Поддержка учреждений здравоохранения – одна из первоочередных задач руководства страны. На капитальный ремонт детской республиканской поликлиники из резервного фонда президента России выделено более 26 миллионов рублей. Все работы основные, которые необходимо было проводить снаружи по коммуникациям, они завершены. Ввод наружных систем канализации и так далее у нас осуществлен. И основные работы, которые желательно выполнять в теплое время года, они выполнены. И в настоящее время идет завершение работы по кровле. Благодаря современным технологиям и материалам допускается выполнение этих работ в любое время года, невзирая на погоду. И мы по результатам видим, что действительно никаких серьезных нарушений технологии нет. Тем более, что осуществляется достаточно строгий технический надзор за строительством. В этом году за счет федеральных денег отремонтирована и детская инфекционная больница. На первом этаже здания полностью заменили полы, обновили все коммуникации, стены и потолки. Я лежу в инфекционном отделении в первый раз, но мне кажется, все условия для краткосрочного здесь пребывания. И как бы санузел очень хорошо сделан, и палата чистая, аккуратная, и постель меняют постоянно. Как бы кормят пять раз в день очень хорошо. Впереди еще одна глобальная стройка. Планируется возвести пристрой рядом с инфекционкой. Сейчас проект находится на экспертизе. Инициатива Владимира Владимировна Путина по стимулированию рождаемости. Там было четко сказано, что мы будем направлять финансовые средства, федеральные финансовые средства ежегодно по 10 миллиардов рублей на ремонт и оснащение детских отделений, детских консультаций по необходимости строительства новых детских поликлиник. Также на средства из резервного фонда президента России в Чебоксарах была капитально отремонтирована детская больница по улице Мичмана Павлова. Татьяна Трофимова, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. С Новым годом, с новым домом. Сегодня в селе Ишлей шесть человек получили ключи от новых квартир по программе предоставления жилья детям-сиротам. У меня пятый этаж. Анна поднимается пока в пустую, но зато в свою квартиру. Уже в эти выходные она собирается переезжать. Здесь я поставлю диван, шкаф. И все, и будет больше площади, чтобы ребенку играть. Девушка пять лет жила в интернате, а потом снимала комнату. Самое приятное, что я хозяйка. На два этажа ниже Анны будет жить с Викторией Арсентьевой с семьей. Сейчас живут с родителями мужа и давно мечтают о своей квартире. Самое приятное то, что вы будете хозяйкой в своей квартире. Что? Не могу сказать. Не надо спрашивать разрешение, что делать. В общей сложности до Нового года новоселье в этом доме в селе Ишли исправят шесть человек. Для социального жилья, в принципе, я думаю, что достойно, потому что квартиры оборудованы всем необходимым. То есть уже чистовая отделка в квартирах присутствует. Есть и горячая вода, холодная вода, газ. То есть все условия для проживания уже созданы. Эта программа продолжается в следующем году. На эти цели уже 106 миллионов в бюджете заложено. Планируется, что в 2018 по программе квартиры в республике получат еще 150 человек. Ее реализация стала возможной благодаря федеральному закону, в котором четко обозначены права детей-сирот на обеспечение их жильем. Вам нужен ремонт? Тогда мы идем к вам. Вот так руководство Чебоксара помогает ветеранам Великой Отечественной войны. Что изменилось в их квартирах, узнавала наша съемочная группа. Обои в желтых лимонах, белоснежный потолок и бежевый линолеум. Вот так теперь выглядит кухня ветерана войны Леонида Петрова. Вместе с ней изменилась и гостиная. Ремонт в двушке на Эйгерском бульваре делали полтора месяца. Ремонтом довольны. Общий отзыв нашли. Товары, все необходимое, надо было вместе. Покупали и дочь у нас, и бригадир. Работали хорошо. Претензий нет. Программа по ремонту в Чебоксарах работает не первый год. Чтобы в нее попасть, семьям ветеранов нужно подать заявку в районную администрацию. За последние три года мы отремонтировали 42 квартиры участников Великой Отечественной войны на общую сумму 1 млн 612 тысяч рублей. Работу также будем продолжать и в следующем году. Бюджет этого года более 600 тысяч рублей. В столице Чувашии на эти средства сделали ремонт в 15 квартирах ветеранов войны. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Сергей Адушкин, Республика. Как создать крепкую семью и как воспитывать детей? Пожалуй, универсального ответа на этот вопрос не найдешь ни в одном учебнике. Каждая семья создает свою судьбу и свою летопись. Уткина из Батревского района запишут в нее победу во всероссийском конкурсе «Семья года». Наша съемочная группа выехала в деревню Чувашские Ишаки, чтобы узнать, как родителям удается воспитывать 12 детей. В Батревском районе Уткиных знают как очень большую, очень дружную и очень работящую семью. Мама, школьный учитель и папа фермер воспитывают детей так, чтобы все они чувствовали ответственность и всегда помогали друг другу. Отдел в деревне хватает. Мы все сами делаем. И погреб у нас полный всегда к зиме. Даже у нас свои пчелы. А когда мы салаты заготавливаем, у нас весь народ работает. Кто-то лук очищает, кто-то яблоки моет. У каждого свое дело есть. И также у нас распределено дежурство. Например, дежурные по дому у нас протирают полы, моют посуду, со стола убирают. А дежурные по хозяйству убирают навоз, само собой и кормят скотину. Это очень большой плюс. Ну и естественно, еда на столе. Ну пусть ребята приучаются к труду, потому что каждый из детей должен знать, что хлеб на стол приходит только через труд. Трое родных и девять приемных старшей дочери уже обзавелись собственными семьями. Так получилось, что приемные дети в семье Каролины и Анатолия – мальчики. Взять их в семью Уткина решили 10 лет назад. Двое появились, значит, Андрей и Коля. На следующий год у Коли нашелся брат. Сейчас ему, конечно, уже 16, этого мальчика. Шестилетний мальчик был Андрей. И, кстати, у нас два Андрея появилось. Один Андрей, одного Андрея им назвали. Один был семилетний, другой был шестилетний. По старшему назвали Андреем большим, а поменьше – младшим Андреем. Как-то его кто-то прозвал Мелким, потому что маленький был. И вот теперь прозвище прилепилось к нему. Все называют Андрей Мелкий. Это и смертное, и безобидное прозвище, кстати. Вот теперь у нас появилось. И теперь у нас семья как-то разросла, скажем так. У нас теперь девять детей в приемах стало. Но это ничего, мы привыкли к шумной жизни. Каролина Анатольевна рассказывает, что без трудностей не бывает, но все преодолимо, если в семье есть мир и согласие. Приемные родители считают, что мальчики обязательно должны общаться с родными, не забывать свои корни. Каждый из детей считается кем-то стать. Генназов хочет стать сварщиком. Но себе трудновато будет, потому что у него зрение чуть плохое. Этот хочет стать автомехаником. А он пойдет по стопам отца своего родного. Кстати, у нас родственники, мы вот взаимосвязаны с родственниками. Родители приезжают, они толковые. У нас вообще взаимоотношения отличные. Например, Хараскин Денис к маме ездит, когда во время каникул. Зачем запрещать? Победа во всероссийском конкурсе стала приятным сюрпризом. Ведь многодетных семей в стране много. Но самые лучшие из них признали наших уткиных. В Москве мальчики были впервые рассказывать, что понравилось все. Экскурсии по столице, прогулки и даже поездки в метро. Но с радостью вернулись домой, потому что мечты о будущем они связывают со своей малой родиной. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Расиль Мухаммедов, Республика. Свой профессиональный праздник отметили юристы. Лучших из лучших честовали в театре оперы и балета. Судьи, адвокаты, нотариусы, прокуроры и судебные приставы. Все они стоят на страже закона и права. В Чувашии специалистов этой отрасли тысячи человек. Нас объединяет стремление к справедливости, к качеству закона, обеспечению его исполнения и принятие именно справедливых норм права. Чтобы наши граждане, общество воспринимало право как то, что действительно помогает обществу, служит его опорой стабильности, благополучию и счастью. Все гости вечера принимали поздравления, а лучшие получили грамоты и благодарности главы Чувашии. Среди них Валерий Казаков, начальник отдела судебных приставов Яльчикского района. В этой сфере он работает почти 20 лет. За каждым суденным актом, за каждым решением суда и иных актов стоят чьи-то судьбы. Суденный пристав должен быть корректным, добропорядочным, корректным именно при общении. Должен исполнять закон, а также быть на законных основаниях, не нарушая чьи-либо права. У некоторых юристов двойной праздник – речь о работниках ЗАГСов. В этом году органы записи актов гражданского состояния отмечают 100-летний юбилей. И в новый век они шагнут с новыми технологиями. Уже в следующем году начнет работать единый государственный реестр – электронная база, в которой будет собрана вся информация об актовых записях. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Турнир сильнейших женщин. В Чебоксарах определили имена победителей Кубка России по вольной борьбе на призы главы Чувашии. В финальной части – 8 поединков. Наш телеканал вел прямую трансляцию соревнований. Лучшие моменты в сюжете Дмитрия Ковалева. Чувашская вольница Надежда Федорова, конечно же, рассчитывала завоевать золото на домашнем ковре. В ее копилке немало наград. Уже в 17 лет она вошла в состав сборной страны. Но сломить напор американке Виктории Энтони нашей землячке не удалось. Финальный поединок завершился на третьей минуте со счетом 10-0. Второе место в весовой категории – это 48 килограммов. Занимает Надежда Федорова, Россия, Чувашская республика. В этом году финал открытого Кубка пробилось немало иностранных спортсменок. Сразу три золотые медали завоевали монголки. Фавориткой турнира многие называли и американку Аделайн Грейн. На прошедшем столице республики Кубке мира по вольной борьбе она не проиграла ни одного поединка. Но одержать победу в финале титулованной файтерши не удалось. Эстонка Эп Майя уложила американку на лопатки. Очень на прямых ногах она пошла в атаку и недооценила, видать, соперницу. На открытом Кубке разыграли восемь комплектов наград. За чувашскими вольницами одно серебро и бронза. Первое место в общекомандном зачете удалось завоевать спортсменкам из Бурятии. Глава республики отметил, что турнир по вольной борьбе подтвердил свой высокий статус. География участников открытого Кубка растет. В этом году сразиться за медали приехали команды более чем из 20 регионов и 6 стран. С учетом этих проведенных мероприятий нам доверяют проводить международные соревнования. Ежегодно мы их проводили и будем проводить. Кроме этого почти 60 соревнований по разным видам спорта мы проводим на территории Чувашской республики, которую нам доверяет Министерство спорта Российской Федерации и другие федерации. Мы хотим, чтобы Чувашия, чтобы Чебоксары стали центром развития женской борьбы вообще в Европе. Так как сегодня он уже фактически стал центром развития женской борьбы в Российской Федерации. И мы будем делать все для этого. Поддерживать и помогать и развивать этот вид спорта здесь. Но из большого спорта важно и уйти красиво. Так решила сделать пятикратная чемпионка Европы Наталья Гольц. Из-за травм она не может вернуться в сборную страны. За вклад в развитие женской вольной борьбы ей присвоили титул заслуженного работника физкультуры и спорта. И сегодня мне очень приятно от того, что вы так душевно меня провожаете. Я запомню это на всю жизнь. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Расиль Мухаммедов и Сергей Адушкин. Республика. Пятикратная чемпионка Европы по борьбе Наталья Гольц объявила о завершении спортивной карьеры. Часть наград и некоторые личные вещи она передала в фонд Национального музея Чуваший. Чемпионка сообщила об уходе из спорта после окончания Кубка мира по женской борьбе, который прошел в столице Чувашии в минувшие выходные. Одна из самых титулованных спортсменок республики передала в Национальный музей Чувашии свои трофеи и личные вещи. Среди экспонатов первая золотая медаль Натальи, завоеванная на чемпионате России. Форма, в которой Наталья не раз защищала цвета российского флага на международной арене. По мнению пятикратной чемпионки Европы, эти экспонаты теперь не только частичка ее жизни. Это уже история чувашского и российского спорта. Для меня большая честь передать этот кубок, мой кубок, в Национальный музей Чувашия. Так как я сама уроженка Чувашия, и меня радует, что на нашей земле растет новое поколение борцов, которые уже завоевали много наград. И хотелось бы, чтобы они и дальше завоевывали и шли к олимпийским медалям. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире Национального телевидения Чувашии. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ